Боже, милостью будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Яд нищие насытятся и восхвалят Господа взыскающего, жива благо сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога Нашего, просим Твое благословение, пребудь с нами. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец и Святой Дух, аминь. Господи, благодарим Тебя за Твои щедроты, милости, оказанные нам, и освятим посланное Тобою слов истины и молитвы. Слава Тебе за все, Боже, аминь. Видишь, не способен еще, рыба чувствуется. Вот, Влад, я садимся, а то я пройду, давай. Не-е-е. Ну что, садимся за стол. Ну давайте, давайте ваш край, объясняйте. Давай. Вот. Первое, что, это тертая морка, поэтому я занимаюсь на три части. Вот это вот моя, а вот эти вот делите пополам, я свое отодвину подальше. Я больше за компьютером сижу, а она маленькая побольше. Да и когда тер еще в рот клал. Дальше. Гречка. Всегда с зеленью. А зелень, это одуванчик разрезанный, протолщенный. Это... Это... Две столовые ложки. Далее. Хлеб, Володя, пек, лепешка. Вот она толщина какая, лепешки. Сам. Остатки. Тут все как есть. Вот мне попало сегодня яблоко. Дальше. Огус. Тут понятно, что такое. Дыня. Вот дыня. А таматушка угостила. Дыня. Помидоры. Дальше. Мне специально готовят капуста, вилок нарезанные. И какая-то аппарата, она вот делает как каша. А там мне необходимо для здоровья. Николай Георгиевич делает. Николай Георгиевич меня так как-то устраивает мне. Ну, дали само по себе хлеб. Вот он, посмотри. Владимир Александрович его готовит. Да, все. Готовит. Раз запек его. Хорошо. Дальше. Что у нас здесь есть? Сыр. Сыр этот. Вот Николай Георгиевич купил на у рыбки. У дочери, вон он сыр. У дочери шерстопитого Геннадия Павловича, у которого пасека больше 100 ульев. И вот она держит скотину и сама делает этот сыр. Видите, как здесь все делается. И рыба. Это рыба карась. Особым способом приготовленная. Сначала чистится, а потом специально такой маленький, два круга. Ну, вроде как усещённая пирамида, только круглая-то. И подвешивается, и печки. И она со всех сторон ровно подваривается. Она не варится, а печётся. Печётся. Во-во-во. А кто вам такую мысль подал? Кто это? Да был пахмутом здесь Георгий. Такой вот. Я по-другому делал это. А он когда сказал, я стал думать, и к утру сделал этот прибор такой, на что вешать. Там крючки такие. Я говорю, что он по делу сказал. Но Владимир научился печь так, чтобы она не перегорела. Русская печень когда стоит, а на ней вот так вот сегодня висят рыбки-то. И если сильно, ну, как-то запечёное, то тут не возьмёшь ничего. А тут вот оно у него всё, мягкое. Всё можно легко брать. Ну и там, посмотри, там объясняешь, что. Селёдка. Что он там делает? Посмотри-ка. Так, это чей рецепт ваш сделанный? Да, разделал селёдку, масло на кусочки. А мне специально дают простой марш. Вот, видишь, какая. Тут коробка держит, лусиновый Андрей, сириной. И мы там берём. Ну, что сказать-то ещё? Ну, вот с этой обыкновенной. Чеснок. 2 октября 2023 года, понедельник. И сотовый мёд, вот с чашкой сколько есть. Сейчас доберёмся. Доберёмся, доберёмся. Аджика. Она там килограмма, наверное, 2 октября. Хрен с помидорами. Помидоры и хрен перекручиваем. Я покажу, молоденький, а там. Сейчас, сейчас покажу. И арбузы отдельно. Лук зелёный. Лук зелёный. Так, помидоры. Тут у нас салат с луком сделан, с маслом. Салат с луком. Суп своё. Суп грибной. А, да, суп грибной точно сегодня живёт. Суп грибной. У нас суп грибной, значит, грибы не ест, он только ест обычные супы. Грибы он не ест. Вот, и вот тут у нас ещё, по желанию, соту мёд даём. Кто пожелает. Оказывай, как еди, вешай. Уплетать за обе щёки. Всё время просят в интернете показать в уши. Белый. На, белый. Белый. А, вот так, разрезаю по 120 градусов. Арбуз. Николай говорит, что отворачивается. А я спрашиваю, кому? Ну, так что, без обиды. Он делил, ему оказалось меньше всех. Ну, это не всегда так бывает. Бывает, ему больше достаётся. Вот. Я тут уже насушил много арбузных семян. Такие сладенькие выбираем, которые сладкие арбузики. Вот тут у меня обозначение 23-го года. Арбузы, покажи, там, что там. Это горошек. Целые, которые. Вот арбузики, да. Они у меня в этом году небольшие получились. Но, слава богу, уже октябрь месяц, и спор идем. Что нормально. Ну, вот так вот, что сказать. Слава богу за всё. Аллилуйя. Вокруг всё покажи. Какое сокровище у нас. Ты можешь все надписи показать. Давно не показывали, уже забыли люди. Обыкновенная столовая. Рапезная. Это молитва после обеда. После того, как поели. Уже спрашивают на следующий год, когда будет крещение. 7-го июля. Сейчас у нас 27, у нас обычно в 7 часов ужин. Вот тут различные книги. Это Библия. Так, есть у него православие. Ну, и тут много других. Жития святых. Домовитолюбие. Джеймс Берстайн. Удивленный Христом. Как иудей обратился в христианство. Это вот мне подарок. От сестры Рахильза Гедулиной. Жития святых. К сожалению, я только начал читать и больше не читаю. Надо читать, конечно. Подарение. Это икона у нас. Тут у нас распятие Господа нашего Иисуса Христа. Это и все надписи наши библейские. Тут некоторые слова произвольно берутся. То есть, не по синодальным переводам. Ну, тут надо сверять уже полные Библии. Православные, 77 книг. Еще не показал пряники. Пряники дают? Да, да, пряники. А у меня две настойки. О, сейчас вторую не принесли. Там одна. Это что? Укроп. Укроп. А есть тысячи листьев. Мне для здоровья это нужно. Вот. Полюби, как все делается. Все. Тут какая-то картина. Вот обои сделаны. Наклеены. Вот. Местоописание. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует...